Всем-всем огромный привет! Наконец-то я показала все свои помады, все свои тени и смогла собрать косметичку месяца. Было очень неудобно, приходилось постоянно бегать к комоду, выбирать себе на каждый день тени и помады. Мне удобнее, когда у меня в рабочем уголке уже стоит косметичка. Но теперь она собрана и я сейчас с вами хочу показать, поделиться косметичкой ноября. Девочки, единственная проблема у меня, что тени и помады я только показала все со сводчами, с артикулами. И мне кажется, что вот эта косметичка будет не очень интересна. Но тем не менее, постоянно идут запросы, девчонки просят, что ты давай покажи нити, не резину. Ну давайте, начнем. Вот этот контейнер очень удобный, он от Фаберлик, я хочу прямо с него начать. Настолько удобный для карандашей, для вот таких карандашах, в карандашах теней. Также у меня здесь средство для бровей, корректор, даже есть вот такой корректор под глазки. И тут среднее отделение, вот три отделения для туши. Очень удобный. Я, наверное, карандаши не буду показывать все, покажу снова только свои любимки. Корректор очень полюбила, я вам говорила, что с ним не могла подружиться. Это от Ariflame, The One, оттенок Light Nude. Вот, он очень классный, его нужно вот просто каплю, мне кажется, даже не убавится, а срок годности уже пройдет. Вот такой капли хватает. И то я даже, наверное, много сейчас взяла. Прекрасный корректор. Очень мне понравился. И как вот посоветовали на одном сайте, что корректор под глазки не по форме синячка надо наносить, а вдоль переносится вниз еще уголком, и тогда не будет вот этого вот развода. И уже сверху тональный крем он как-то выравнивает. Классный корректор. Кто еще не пользовался, попробуйте. Он идет, ну, как бы суперустойчиво считается. Не буду близко показывать от Artvisage. Это гель для бровей. Он у меня уже совсем мутный, потому что пользуюсь с огромным удовольствием. Вот такая тут щеточка. И уже сверху его, то есть он фиксирует бровь, и сверху его уже наношу тени. Сразу покажу снова, вновь и вновь показываю от Avon вот эту палетку боевую. Воском не пользуюсь, потому что у меня есть гель для бровей, а вот этими тенями пользуюсь с огромным удовольствием. Мне вот этого достаточно, чтобы сделать, ну, в моем понимании, и для моих бровей идеальные брови. Что еще отсюда показать? Ну, давайте вот этот корректор я тоже покажу. Большинство тут у меня подарки. Так, цвет Ivory, 303 номер. Это от Max Factor. Замечательный тоже корректор. Ой, я уже какая чумазая. Еще только начала показывать, уже вся вымазалась. Вот такой вот он интересный. Он полностью перекрывает тоже. Не плотный. Если прямо синяк хороший под глазом, то не перекроет, но вот слегка выровняет. И такое небольшое свечение, как тот, так и другой дает. Но его видно, да, это свечение. Так, что еще показать? Вот этот карандаш хочу показать. Его готовы показывать каждый раз. Это от Catrice Smoky Eyes. Не знаю, есть ли у него еще какой-то номер. Но, скорее всего, есть. Может быть, вот здесь какой-то артикул мы увидим. Вот. Не знаю. В общем, вот если увидите, обратите внимание на эти карандаши. Я не пользовалась другими цветами, но видела у девочек в обзорах еще пару оттенков. Они бесподобные. У нас в городе я так и не нашла такие карандаши. Но если все-таки я с ними встречусь, возьму еще какие-то оттенки. Потому что они очень красивые. Легко наносятся, без проблем точатся. И не смазываются. На моих глазах, я уже несколько раз говорила, веки у меня беспроблемные. Хочу еще показать вот этот коричневый. Потому что в этом месяце у меня очень... Так, где тут вообще цвет-то? На-ка, буду крутить. В общем, браво. Это вот из серии Diamant. Коричневый какой-то цвет. Цвет. Вот такой карандаш. Он не такой сияющий, как от Catrice. Но в нем есть небольшие-небольшие блестки. Они не осыпаются. Карандаш беспроблемный. Я от Diamant практически все карандаши уже брала. И они мне очень нравятся. В этом месяце еще будет у меня фигурировать вот этот зеленый. Тут уже цвет. Вот так вот написан. И еще сейчас сиреневый покажу. Вот такой оттенок. Он от серого гуляет. В изумрудный уходит. И еще один сиреневый хочу показать. Вот он. Тоже это все от Diamant. Почему показываю эти карандаши? Именно эти у меня будут в этом месяце с тенями, к теням подходить. И вот этот карандаш тоже хочу показать. Вот такой красивый. Так что в этом месяце будут именно эти гулять карандаши. Не стала я их лично откладывать. Вот это практически, как я уже в прошлый раз говорила, все мои карандаши. И я беру отсюда. Кстати, вот этот зеленый тоже наверняка будет у меня в использовании. Это от Avon. Когда мне нужно быстро зеленый макияж сделать, я делаю его. Использую. Надо мне будет еще приобрести тушь зеленую. И будет совсем хорошо. Но давайте теперь покажу туши. Сначала черные. Вот эта тушь у меня закончится в этом месяце. Потому что уже все. Она беспроблемная. Если надо быстро сделать макияж, без всяких танцев с бубнами, чтобы реснички были черные и хорошие. Эта тушь вам в помощь. Вот такая щетка. Уже она у меня подходит к концу. Подсыхать начала. Первое время чуть-чуть ждала, когда раскрасится. Это подарок. Спасибо Надюшке огромное. И вообще у меня, как вы знаете, почти все подарки. От Avon. Супер Шок. Она у меня больше лежит. В основном пользуюсь той тушью. Но когда та закончится, Супер Шок уже будет чаще использоваться. Просто Супер Шок, она не так быстро засыхает. Она беспроблемная тоже. Ну и плюс, в Avon, наоборот, нужно подождать, чтобы тушь подсохла немножко. Тогда она лучше красит. Так. И еще одна малышка недавно мне от Танюшки приехала. Это пробник от Шанель. Вот такой. Не знаю, есть ли у нее тут какое-то название. Потому что, может быть, разная тушь. Катюшка Пучкова меня отругала. Катюша, не успела я. Надо выкручивать, в общем. Вот она такая, прямо богатая тушью. Видно ее тут немало. У меня когда-то был пробник от Шанели. Катюш, закручиваю. Видишь, как ты научила. У меня когда-то был. Я два месяца пользовалась. То есть ее там так много. Хотя тут один или два миллилитра написано. Но ее там так много, что пользуешься реально один-два месяца. Я два пользовалась. Так. И две цветные туши. Но они у меня просто так как открыты, лежат в общей куче. Первая синяя. The One. Нет, не The One. Very Me. Такая от Ariflame. Это вообще неубиваемая тушь. Ой, опять я неправильно выкрутила. Ну, в нее сколько воздуха я не запускала за все это время. Ничего с ней не делается. Классная тушь. Ресницы с ней смотрятся красиво. Мне нравится. Так, куда мне ее? Давайте здесь положим. И недавно тоже ко мне приехала от Оленьки вот такая тушь. Кабаре 0,3 тонн. Вот так она выглядит. И вот такой красивый цвет. Она тут комкуется. Но на самом деле она беспроблемная пока еще. Вот какими-то комочками пошла. Ну, ничего. Пользуюсь. Пока пользуюсь. Надо будет активнее в этом месяце использовать. Потому что, судя по всему, она пытается быстрее засохнуть. Дальше давайте я покажу тональную основу. Потому что я тут прыгаю с одного на другое. Взяла я базу под макияж от Avon. Из серии Lux. Почему взяла эту? Мне она нравится. Видите, кремовая текстура. Если надо сделать быстро макияж без проблем, то я даже умываюсь, не нанося дневного крема. Сразу наношу эту базу вместо дневного крема. Она идет такая. Как бы и крем увлажняющий. И в то же время хорошая основа под тональный крем. Вот. И выбрала я в этом месяце два всего тональных крема. Я в прошлом месяце взяла аж 4, но пользовалась одним. И практически его истратила. Чему я оказалась очень рада. Мне нравится, когда все-таки продукты заканчиваются. Взяла я матирующий тональный крем от Avon в оттенке нюд. Давайте посмотрим цвет. Вот в таком цвете. Мне он подходит. И видите, на эту тональную основу крем от Avon ложится прекрасно. Сейчас я вам второй покажу. Только сводчи сниму с руки. Как-то они неуместны уже. Так. Готово. И второй крем очень интересный. Тональный. От Tiande. Давайте поближе покажу. Вот такой тональный крем для лица. Тут типа зеркало такого. Зеркальное и позолоченное. Я сняла. Крышка была еще заглушкой. Я ее убрала. Вот такой вот он крем. Не знаю, как вам показать. С одной стороны прикольно. Круглая банка. Но с другой не очень удобно набирать. Ну, кистью, конечно. Кистью я набираю. Спонжем. Вот. Вот так вот он разносится. Также он прям хорошо подстраивается под тон лица. Я не знаю, у него оттенок, оттенок. Есть у него оттенок? Не вижу я. Может быть, вот кот и есть оттенок, если вдруг. Ну, похож очень на нюдовый вот. Вот такой вот, в общем, взяла еще. Посмотрим. Просто у меня его так много, и хочется его начать использовать. Если от Иван я уже тут активно пользовалась, то этот как-то у меня в стороночке простоял. Так, чем я буду украшать лицо? Давайте посмотрим. Снова я вернулась к пудре от Фаберлик. У нее артикул... Вот тут смотрите сами. Я всегда путаю, где он. Наверное, вот 82-41, скорее всего. Может быть. И... Так, спонж я сразу уберу. Вот такие остатки у меня. Классная она эта пудра. Вообще беспроблемная. Наносится хорошо. Не засаливается. И на любой тональник ложится хорошо. Дальше, чем я буду тень наносить, это... Мастер. В 01 оттенке от Maybelline. Такое вот. Это подарок. Дарила мне его Наденька. Такой красивый. Не могу я никак на «ты» с такими средствами. Я, конечно, активно пользуюсь, но... Все время я так боюсь переборщить, неправильно что-то сделать. Но средство отличное. Очень нравится и хайлайтер. Он такой, знаете, в желтизну уходит. Небольшое свечение, блесточки мелкие там есть. Прямо видно, чуть-чуть поблескивает. И небольшое-небольшое такое вот... Не знаю, свечение можно это назвать. Но скорее матовый. Ну вот. Какой-то вот у него есть подсвечивающий немного эффект. Сияющий эффект сияющей кожи создает этот вот ганзант. Нравится мне эта палетка. Она отличная. Я ей с удовольствием пользуюсь. И все время Надежде говорю спасибо. Так. Руку вытираем. Румяна. Румяна я взяла как бы на постоянной основе от Mary Kay в этом месяце. Это достаточно яркие румяна. Они мне больше нравятся в зимний период, в морозы. Они классные. Вообще они называются пудрой у них. Вот название. Вот такой пинг. И давайте покажу. Ими легко переборщить, конечно. Но если кистью осторожно, они дают красивый такой румянец. И зимой на морозе, когда у вас полностью макияж нанесен, смотрится очень мило. Главное, как я уже сказала, не переборщить. Ну и вы знаете, в этом месяце я решила пользоваться вот этими средствами. Сейчас я вам покажу. Куда мне тут положить вот это? В общем, раз, два, три. Это три кругляша от Avon. Давайте мы с вами все их посмотрим. Вот так буду показывать названия. А в каталоге, если надо, их уже найдете. Так, вот эти вот пуховки я буду убирать. Вот такой цвет. Это больше похоже на хайлайтер. Сейчас я... Видно, да, подсвечивание идет? Конечно, можно было остановиться на этом. Но мне хочется, чтобы вот эти тоже потихонечку у меня использовались. Второй цвет вот с этой смешной пуховкой от Avon. Но я ей не пользуюсь. Нет, но я стараюсь ей, конечно, пользоваться. Знаете, как ей пользуюсь? В общем, вот так в руке зажимаешь и вот так вот катаешь по этим шарикам. Давайте мы ей тогда и воспользуемся. Где? Вот здесь. Вот видите, какое сияние дают. Они, конечно, сияние лицо. Если это необходимо вам, то вот эти шарики, вот с этой пуховкой, когда у них шла вот такая вот штука, я что-то не сильно видела эффекта. А вот эту смешную пампошку, я ее так высмеивала, но она меня выручает. Когда я ее купила, конечно, потешно было на нее смотреть. Но в итоге-то свечение дает. И вот эти, я не помню, я во второй-то показала вам заднюю часть. Вот с таким названием эти шарики. Это уже такой, знаете, бронзирующие должны-то они быть, по идее. Но я их использую, как темные румяна. Где вам показать? Вот с одной стороны, видите, ложатся пятном. Но я беру, сейчас я вам покажу, вот такую кисть. Прямо вот чуть-чуть набираю, смахиваю. И видите, уже небольшая тень. И очень красивый получается такой смуглый эффект, как румяна. И вот они мне в таком качестве нравятся. Куда мне их положить? Давайте вот сюда. Сейчас я немножко руки в порядок приведу. То, что-то я вся блестю. Так, смыла. Снова хочу вам похвалить. Девчонки, я в пустых банках буду, конечно, хвалить. Хочу от чистой линии вот эту мицеллярную воду похвалить. Все серии с тенями, все серии с помадами. Мне в помощь была именно эта мицеллярка. Идеально смывает всю косметику, вплоть до любых карандашей с блестками. Мне нравится, нравится. В ней 100 мл. Я первый раз ее использую. Спасибо Викуле, что она мне прислала. И прямо буду в следующие разы, когда у меня будут мицеллярки заканчиваться, покупать. Снова понравилось. Так, что у меня тут еще не показано. Оставляю, как всегда, вот этот каял. Он бесконечный, он неубиваемый, черного цвета. Так, где бы, вот. Вот такой. Можно наслаивать, делать чернее стрелку. И можно делать побледнее. Это уже на любителя. Он не блестящий. Это у меня от теней. Тут все блестит. Потому что я, видите, поверх теней наношу. И остается перламутр. Классная штука. Так. Если увидите, то вот такой первый оттенок. Что за фирма? Вот тут видно. Прикольная, классная штука. Нравится. Так, палец. Испачкала. Так, что я еще не показала, девочки? Кисти показывать не буду. Я их уже показывала. У меня самые-самые обычные. Кисти показывать. Вот я каждый раз, да, кисти показывать не буду. Атека Туз. Наборчик. Китай наборчик. И Китай снова наборчик. И вот я ими пользуюсь. А, кстати, корректор я наношу тоже а-ля Китай. Не а-ля, а самый настоящий Мадеин Китай. Вот этой штукой. Вот такой кистью. Очень удобно. Это корректор я наношу вон тот крайний из Иван. Так, чего у меня тут? Ну, тут помады остались. И тени. Давайте тени покажу. Я не знаю, показывать мне их со сводчами или нет. Потому что я их, ну, только что показала. Шикарная, шикарная палетка. Занют. Когда я показывала в первой части ее, сказала, что обязательно ее буду в этом месяце использовать. Это действительно так. У нее есть несколько матовых оттенков, которые можно наносить на все веко. И есть как яркие, так и спокойные. Так, чего еще тут? Оттенки для макияжа. Я показываю совсем. Вот пять штук всего. Ну, действительно, потому что я подробный обзор только что делала. Не вижу смысла. Но давайте еще черный я вам покажу. Прям совсем черный. Вот. Как дневной, так вечерний. Как совсем макияж без макияжа. Все ей можно сделать. Пока я думала покупать вторую палетку или нет, девочки мне написали, что вышла уже третья. Так что не угнаться. Желания отстают даже от реальности. Дальше. Сейчас я это стираю. Пока вам зубки-то заговариваю, быстрее стираю. От Диваж показывала вам вот такую палетку. Тут и зелень, и розовая, и коричневая. Все, как я люблю. Сейчас быстренько. Вдруг кто-то не стал смотреть конкретно тени, не больно любит. Но любит смотреть косметички. Вот такая красота. Девочки, я ее обожаю. Когда я в магазине встретила эту серию от Диваж, это в четвертом номере. Так, сейчас вам скажу. Какая-то тут принцесса, да? Такое название она имеет. Номер 4. Когда я ее встретила, их было все 4 палетки. Они были настолько красивые. Я стояла, прям хлопала глазками. Думала, какую взять. А сейчас думаю, ну почему я хлопала? Взяла бы, ну две, ну три хотя бы. Вот. В общем, желание, желание. В этом месяце взяла от Ифраше. Пока перебирала, очень захотела ее. Сегодня макияж у меня именно с этой палеткой. Эта палетка и вот этот каял черный. Ну, когда в одну, в одну линию. Не в две, а в одну. Супер смотрится. Цвет. Первый. Вот написано. Сатин, да? Тут какой-то. Вот этот цвет. Очень красивый. Давайте вот здесь нанесу. Вот. Прямо серебро. Свеженькие глазки делает. Ширима Шири. 908 номер Плюм. Вот такой решила взять. В эту косметичку. Это подарки. Обе тени. Это Джанулечки приехали. Девчонки, огромное-огромное вам спасибо. Кто присылал. Потому что настолько это все классно. Настолько я это все люблю. И если вот эти сатиновые, то это с блестками. И уже такое сверкание идет. Сияние прям. Так. Ну, естественно. Так я нахваливала. Ай-то-ай. Вот эту персиковую тунику. Но сейчас, к сожалению, Фаберлик вывел их из каталога. Я очень надеюсь, что они просто в другом дизайне издадут. Очень мне этого хочется, по крайней мере. Вот. Вот такие цвета. Смотрите, красота. Хочу ими пользоваться. Мне кажется, я самые красивые тени у себя выбрала в этом месяце. Пока я их перебирала с вами. Также попробую быстро показать от L'Oreal. Моя любимая двушка. 501 и 502 оттенок. Тоже сейчас я быстро. Прямо розовое золото. 502 оттенок. Так. Сейчас быстренько. 501 и 502. Бесподобные. Одни мне дарила Оксаночка Александрова. Вторые я покупала сама. Вернее, знаете, как интересно. Я когда вот эти купила, а у меня сестренка мужа, купила себе такие. И я дома уже сделала в макияж. Настолько мне понравилось, как они вместе работают, что я в магазин вернулась. Тогда я гостила в Дубне, и была возможность в L'Oreal попасть. Я за ними вернулась, но уже не было. Искала, сколько я не искала, этот оттенок не нашла. Его так сама запомнила. И прислала мне, за что огромное-огромное тебе, Ксюша, спасибо. Вот такая красота. Дальше. Разбавлять все я взяла от Lumine тени. Катюшка Потякова. Мне присылала этот оттенок номер 1. Он такой совсем беспроблемный. Не ярко-ярко белый, а скорее немножко приглушенный белый. Вот такой. И он разбавляет любые тени. Его и под бровь хорошо. Его можно немножко вот так разнести. Будет красиво тоже. Нравится. Ну, естественно, моя любимая палетка от Catrice. Она у меня, наверное, гуляет через месяц. Это Викули. По Придухиной огромное спасибо. Я эту палетку обожаю. Викуль. Я тебя тоже обожаю. Спасибо. Вот такая красивая. Всем, девочки, спасибо. И Жанулечке спасибо. Настолько красивые. Ой, вообще прелесть. Так, ну и последние палетки. Я говорила, что я дала второй шанс. Ну, чтобы их показать, вот эти от Reflame 4 штуки, давайте я вам последний раз покажу вот эти. Я их сейчас сотру. Ну, как сияет, да, вот этот белый. Потому что не всегда красиво, чтобы белым пятном лежало. А вот такое сияние, свечение. Очень красиво. Так, сейчас я это все дело смою. И покажу от Reflame. Хотела отдать, но начала читать комментарии девочек, которые говорили, что, Света, подожди. И тени-то они неплохие. Ты их попробуй еще раз. Не надо от них ждать пигментации. Не надо от них ждать сияния. И вы знаете, сегодня-то я вам говорила серыми, а вот вчера, вчера я носила вот этот зеленый. С желтым. Я сейчас вам покажу его. Вот сейчас влажные руки. Смотрите, как набралось хорошо. Вы знаете, какие глазки красивые оказались? Уж я не знаю, как для других красивые они у меня или не очень. Такой цвет. Но для меня они оказались красивыми. Вот он не сильно яркий. Но, вы знаете, такую он томную дымку дал глазам. Хотя, вот видите, на пальчике много осталось. Надо попробовать, конечно, их влажным. Ну-ка я сейчас попробую еще влажным с уголка. Не знаю, можно их или нет влажным-то. Сейчас попробую набрать влажным. Но уже не так, конечно. Но ярче. Я тут пожалела, побоялась немножко. Но я думаю... Вот, смотрите. Ложатся уже ярче, зеленее. Но, в общем, я им дала шанс не зря. Мне понравилось с ними играть. Сейчас я попробую сразу серый. Вот так смотрится серый. Это... Вот такой. Сильвер, да? В общем, как серебро. Вот он такой. Сейчас попробуем сухую. Это я попыталась мокрым способом. Вот, смотрится тоже интересную дымку дает серую. В общем, тени-то неплохие. Я зря их поругала. Прямо даже перед тенями неловко. Обещаю их использовать в этом месяце. Вообще, я не люблю вещи не ругать, не оскорблять. И когда кто-то это делает, мне так грустно, что я начинаю защищать. И вот такие серые. Уж если я сама ругаю, я потом себя начинаю ругать тоже. Вот эти тени хороши на все века розовые. Слушайте, я сейчас вас уболтаю, а ведь впереди еще помада. Я все на тенях сижу. Pink. Вот такой цвет. Ну, кому не интересно дальше, дальше будут помады. Девчонки, смотрите сами. Потому что помаду я тоже показывала. Просто я сейчас покажу, что я выбрала. Ну и вот этот вот четвертый оттенок. Вот так он называется. И вот так смотрится. Так что, девчонки, кто мне написал, что выкинули их? Вы, наверное, погорячились. Как я хотела избавиться. Тоже на все века. В общем, вот эти вот тени желтенькие с зеленым я вчера носила. И мне очень понравилось. Хотите, я вам погуще их нанесу. Ну, не вам, себе, конечно. Вот. Желтенькие. Ну, если вот эти вот. Классные. В общем, так. Эйфелево башня. Сейчас как громыхнет у меня все. Ну и к помадам. К моим любимым помадкам. Сейчас я вам покажу, что я в этом месяце выбрала. Я вчера уже выбрала все. И села смотреть помаду у Леночки Снегиревой. Леносик, привет тебе большой. Так что вы думаете. Я пока ее смотрела, я сбегала еще две достала. Решила, что мне малые. Не буду, ну, не буду показывать. Ну, в общем, от Фаберлик. Вот эта помада мне очень и очень нравится. Она вышла давно из каталога. Но я хочу ее использовать в этом месяце. И как мне кажется, на нее очень похожа помада от Эйвен. Она полу глянцевая. Она полупрозрачная. Она так легко-легко ложится. И когда яркий макияж, эта помада просто красиво очень смотрится. Сияет на губках. Мне нравится. Сразу покажу вот эту помаду от Эйвен. Вот в таком оттенке. Ее оттенок я, конечно, вам уже надоела. В каждом месяце я вам ее показываю. Потому что очень она мне нравится. У меня ее все меньше и меньше. Плюс я ее сломала. Вот они мне чем-то напоминают друг другу. Ну, текстурой чем-то. Не чем-то, а текстурой. Видите, они похожи. Только первое чуть-чуть, прям на тон светлее. Это понасыщеннее от Эйвен. Поэтому вот эти помады у меня... Так, в косметичке. Это в сумке. Также в сумке у меня блеск от Эйвен. Вот этот блеск я обожаю. Это какая-то мерцающая, сияющая коллекция. Вот посмотрите тут. Как оно светится всеми цветами. Давайте посмотрим цвет. Так, где он тут? Вот такой. Шиммерный весь. Так. Очень люблю этот блеск. Вечером. Вечером он так светится, так красиво. Днем нет, он теряется днем. А вот вечером очень красиво. Сразу покажу еще вот этот блеск. Что-то, когда я его показывала вам, мне сразу захотелось его себе. Давно-давно я им не пользовалась. Вверх ногами, как всегда. Ищите артикул. Вот так. И давайте покажу. У него очень удобная вот эта вот лопатка. Прямо рисует хорошо. Вот такой цвет. Он играет. Он и розовый, и яркий, и бледный. Вот такой. Спокойные такие цвета. Ну, я такие люблю. Так, где тут? 41095. Это помада-карандаш от Фаберлик, но ее нет в каталоге уже. Для меня это яркий оттенок. Вот такой. Это уж под конкретный случай. Я на ролике могу яркие, темные помады. Потому что в роликах, например, вот эта вся бледность теряется. Там уже нужно, чтобы видно было людям, чем я разговариваю. Тогда вот эта помада в помощь. Так, чего я еще не показала? Давайте вот эту покажу. Это тоже для роликов 42028 от Фаберлик. Вот такая серия. Прозрачный колпачок, черный футляр. Это, по-моему, лимитка была летняя. Я не рассчитала цвет. Я не очень люблю такой цвет. Но для роликов оказался он хороший. Яркий, насыщенный. В жизни я не очень такие люблю. А вот в ролике мне он очень понравился. Да скорее, наверное, не то, что я не люблю. Я не привыкла к таким цветам. И раз в ролике мне нравится, как оно на мне, значит, в принципе-то оно мне идет. Просто надо привыкнуть носить более яркие уже женские оттенки. А мне все хочется. Блески, что-то такое бледненькое, спрятаться. 43067 это новая серия. Купила такой оттенок. Немножко расстроилась. Потому что позднее увидела у девочек и у Вики Попридухиной, и у Кати Путяковой другие цвета, которые понравились больше. Ну, решила, что этот нужен мне тоже, потому что розовый, светлый. У меня таких очень мало. Все почти такие же, да, на камеру. У меня таких мало. Два десятка. Так, взяла вот такой совсем светленький. Это тоже подарок. Юленька мне присылала. Вот такой вот. Пинг такой. Это от Эйвен. Вот такой вот он интересный. Он уже не похож на остальные. Слегка выбеливает губы. Но, вы знаете, под яркие темные глазки неплохо смотрится. Иногда буду краситься им. Так, и еще от Люкс взяла от Эйвен. Сейчас покажу, какой оттенок. Нет, правильно было. Вот так вот. У Люксовской серии мне очень нравится текстура помад. Они и цвет дают, и достаточное увлажнение. Они совсем не сухие, они увлажняющие. И вот такая цветоотдача хорошая. Красивый цвет. Нравится. И последние две помады. Я их взяла обе. Почему? Они чем-то похожи друг на дружку. Они обе подсушивают губы. Вот эта помада Леди от Эйвен. А эта помада была до нее. Я не буду показывать цвета. Нет, покажу давайте. Вот эта, хотя ее нет, но все равно вдруг есть уже замена. Вот такое название. Хочу сводчи рядом просто сама лично сделать, посмотреть, сравнить. Одна у меня помада в сумке. У меня в сумке тоже обычно 2-3. Вот эта в сумке. А вторая у меня в косметичке. Так, а вот эта в косметичке. Давайте я тоже покажу. Так, так, так. Форелла, да? Форелла пинк вроде. Вот такой оттенок. Где мы его нарисуем, чтобы они были рядышком? Вот. Ну, разные. Я думала, они будут похожи. Похожи, конечно, но разные. Вот здесь. Схожесть есть. А если вот так? Интересно. Напишите, кто досмотрел до конца. Может, я уже сама с собой разговариваю к концу ролика. Вот, видите, немножко вот это в розовину, а это в рыжиночку. Чуть-чуть. Вот прям вот. Даже не тон, а полтона, может. Может, я уже так надоела со своей декоративкой, что у меня уже полподписчика, может, там сидит и то дремлет, да? В общем, вот такой вот у меня набор косметики оказался в этом месяце. Так, я стираю. Надо было, наверное, все вместе вам показать. Ну, ладно, я уже стираю. Надеюсь, со мной было интересно. Вот это у меня гора косметики рассчитана на один месяц. Но благодаря тому, что собираешь косметичку месяц и используешь абсолютно все. У меня в декоративке спрашивали несколько человек, неужели ты всем пользуешься? Да, я пользуюсь всем. Чем-то чаще, чем-то реже. Но, тем не менее, стараюсь именно вот этими косметичками месяца использовать все, что у меня есть. То, что мне не подошло или не понравилось, я, конечно, это все отдаю подружкам или родственницам. Ну, все. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо всем за внимание. Всем до новых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok